Всем привет! Это Анатолия Барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком. Начинаю опять разбираться в форм-факторе бани-бочка, которую я не знаю, а это форм-фактор бани-бочка с утеплителем. То есть конструкция бани-бочки, которая утеплена. Утеплена вот таким вот материалом. Что за материал вредный, он полезный, кому нужна просто бани-бочка, кому нужна бани-бочка утепленная. Расскажет вам сегодня чрезвычайно мудрый человек, сотрудник компании Кедровый рай, где я сейчас нахожусь, где производится овер дофигища бань-бочек. Многие из них сейчас с утеплением производятся. Вон еще одна бани-бочка, он тоже оббивается утеплителем. И сейчас вы услышите, вредная она, полезная ли она, какие есть плюсы, какие есть минусы. Главное, не расплавится ли вот это вот все. Все, сейчас узнаем. Сейчас, сейчас, ребятки, выйдем на улицу, баня, сядем в баню и узнаем. В производство я скомунизил два типа утеплителя. Один вот имеет белую какую-то обложку, а другой имеет темную. Этот ролик чрезвычайно важен для меня. И хочу, чтобы посмотрел его мой брательник, я думаю, я ему скину. Дело в том, что мы сейчас нашу собственную баню разобрали и собираем заново. И я купил утеплитель, который называется Теплый пол в Леруа Мерлен. И у самого заместителя, самого генерального директора компании Кедровый рай мы выясним, какой утеплитель можно использовать или нельзя. Почему они знают? Да потому что у них есть своя лаборатория, они все вот это тестируют, прежде чем начать делать. Ну, вообще, мы узнаем, можно его использовать, нельзя. Здесь есть тестовая баня. Всем вот этим вот пользуются гости, которых приглашают в Кедровый рай к себе. Ну, и, надеюсь, сотрудники их тоже не забывают. Баня стоит достаточно давно. Давайте проверим, что она сделана с утеплением. Откроем парилку, посмотрим. Вот, видите, утеплитель. Утеплитель. То есть, его видно вот здесь. Но, естественно, по стенам его не видно, потому что одна планка закрывает другую. Ну, печка здесь, естественно, стоит Комета Вега. Должна быть самая лучшая печка для бань. И для бань-бочек в том числе. С баком даже. Печку используют хвосты в гриву, гоняют ее. Вот видно по заливным воронкам, что используют, эксплуатируются. А вот сидит сам. Привет, привет, ребята. Риколай. Вот к нему пришли по делу отвлекать. Давай один вопрос выясним. И продолжим. Белый ходок, так сказать. Вопрос выяснен. Ну что, поговорим. Вопрос первый. В чем отличие просто бани-бочки и бани-бочки от утепленной? Толь, смотри. Когда мы используем теплоизоляцию вот такую фольгированную, мы получаем несколько преимуществ. Одно из них это тепло никуда из этой бочки не уходит. Создается эффект термоса. Это первое. Второе. Расход дров значительно сокращается чуть ли не вдвое. Потому что одной закладки попариться там всей семьи вот так вот хватает. Это два. Третье. При том, когда мы утепляем баню фольгированной изоляцией, мы ее обшиваем кедром. Ну, о целебных свойствах кедра всем давно уже известно. Насколько бани-бочка одной и той же конструкции без утеплителя дешевле, чем с утеплителем? Только ориентировочно 20%. Эти 20% могут покрыть дрова в меньшем количестве, которые используются в утеплителе. Смотри, мы работаем с покупателями, которые реально конструкции наши взяли на коммерческое использование. И там дрова жгутся каждый день, каждый час. То есть там только утепленные бани. Понятно. Самый-самый важный вопрос. А вот этот вот утеплитель не источает из себя зловредные какие-то пары? Ни в коем случае. Ты заметил, да? Ты принес два кусочка утеплителя. Я немножко расскажу о них. Вот это теплоизол. Он при нагревании до 150 градусов не разрушается, не впитывает влагу. Ничего абсолютно не выделяет, никакие вредные химические элементы. Мы его используем в парной. Он, конечно, чуть дороже. То есть мы в парной, где температуры высокие, мы его там используем. В остальных помещениях, помывочных отделениях, либо в комнатах отдыха мы используем вот такой вот белый фольгированный лавсан. Он выдерживает температуру до 60 градусов. Это заявляет производитель. Он пишет на этикетке все технические характеристики. Но мы также проверили в собственной печи, в собственном испытательном центре. Действительно, те характеристики, которые заявляют производители, они достоверны. Скажи, а вот вы утепляли, рядом стоит печка, да? Он плавится, не плавится? С ним какие-то физически можно понять, пора его менять или не пора? Или подходит или не подходит изоляция? Потому что на рынке теплоизоляции очень много производителей. Вот человек может что-то купить себе в баню, как я, да? По-моему, я вот это как раз купил. Это тёплый пол, нет? Называется, нет? Нет. В общем, я, похоже, что-то купил. Вот, наверное, такой. Нет, вот, по-моему, с тёмной подкладкой. Вы когда разбирали, с ним что-то случалось? То есть, у меня есть ролик, там, где вот такой вот утеплитель позеленел, сплющился. У вас как опыт? Нет. Разбирали вагонку, полностью снимали, меняли клиента вагонку. Ну, сам знаешь, вагонка, это расходник в бане. Она у него потемнело. Он решил её поменять. Позвонил в нашу компанию. Ребята приехали, разобрали, посмотрели. С утеплителем вообще ничего не произошло. Контур обрешётку оставили ту же. Просто заменили вагонку на новенькую. Освежили баню абсолютно. То есть, ничего абсолютно с ним не происходит. Я ещё раз говорю, он, если соблюдать температурные режимы, и, в принципе, мы подобрали материал так, как в соответствии с помещениями, абсолютно с ним ничего не происходит. Вы много производителей отсмотрели, прежде чем вот это или вот это взять? Ну, знаешь как, мы, наверное, в самом начале перепробовали низкопроизводителей, потом остановились на одном производителе, это город Екатеринбург, не буду называть, как называется. Вот, и с ним работаем уже, думаю, четвёртый год. А ты можешь назвать для зрителей, для конкурентов, хотя, ладно, и для конкурентов, какие ещё годные утеплители марк? Потому что, ну, вы работаете с двумя, ну, наверное, в том числе и по системе скидок коммерческих, то-то, то-то. Вот что подходит ещё? На самом деле их много, то есть, я считаю, что человек, который обратился вот за такой штукой в магазин, где продают печи и всё для бани, он найдёт это однозначно. Ну, вот сам ты делал, что в печных магазинах я вот этого не видел. Я видел вот в Леруа, в Касторами, то есть просто в отделах с утеплителями. То есть, наверное, на паспорт надо рассмотреть. Я сейчас тебе не вспомню, как вы производители, как они называются, но на самом рулоне и шильдик, что этикетка о том, что этот материал можно использовать в бане. И конкретно технические характеристики, только основываясь на этом. На температурах. Да, на температурных. Плюс у него идёт толщина, то есть мы пятерочку вот эту вот берём. Можно десятку взять, всё, что угодно. То есть, ещё раз, вы прямо берёте его, прибиваете, ну, или там, приклеиваете к основе. Прибивается. То есть никакого клея просто прибивается на металлические скобы из нержавеющей стали, и всё. Щели закрываете... Щели закрываются формируемым скотчем. Ты видел одну из банек изнутри. И прямо на них набиваете... Контур-обрешетку. Тем самым, да, мы его ещё раз дополнительно закрепляем на корпусе. И поверх контр-обрешетки... И поверх контр-обрешетки, которые делают у нас воздушный зазорчик, мы набиваем кедр. Вот. А какой зазор? Сколько? Какая его ширина? Ну, если так не помнишь, так пальцами покажи. Да, я помню. От 15 сантиметров до 20 можно делать. То есть, 2 сантиметра хватает. Так, и ещё... Для вентиляции. Для закрепления материала. Если человек растопил баню до 100 или 120 градусов, у него будет вот это что-то выделять? Вообще ничего. Поверь мне, вот кусок вот так отрезали, ссовались в печку. 150-70, 100, 120. Вполне сказки, нюхаем нормально. 150 начинает уже... То есть, печку не имеется в виду деревянную. Не в комету Вегус ввали. Нет, конечно. В специальную воспитательную. Нет, нет, да. Наверное, мы всё рассказали. Ну, единственное, что мне интересно, вот на полах там тоже лежит этот утеплитель, его видно вот в дырочку вокруг. То есть, это... Технологическое отверстие. Это баня наша, старая. Мы используем здесь для себя. Сейчас у нас в конструкции совершенно другая гидроизоляция на полу. То есть, на полу мы сейчас его не используем. А когда вы его использовали? Он... То есть, понятно, что у него попадает вода. А у него срок жизни какой становится? Такой же и уменьшается? Чем-то происходит? Нет, срок жизни у него становится такой же абсолютно. Вода, она без разницы. Я говорю, он влагу не впитывает. То есть, ну, вот как производитель бань, рекомендуешь вот это вот вместо использовать фольгированного картона или фольгированного, как его, утеплитель такой? Слово вы видите? Базальтового... Базальтового картона. Ну, тут... Толя, конструктив у каждой там бани разный, да? Вот про те утепители, которые ты сказал. Так, мне не нравится твой голос. Ты начинаешь юлить. Скажи проще. Почему вы не используете фольгированный картон или же фольгированный базальтовый мат? Хорошо. Вопрос понятен, ответ простой. Потому что он имеет толщину. То есть, мы добивались того, чтобы у нас, во-первых, габаритные размеры снаружи бани, и не хотелось, чтобы у нас изнутри они уменьшались. То есть, вот мы с тобой, смотри, как комфортно сидим за счет того, что у нас всего лишь вот так вот. А не как ты показываешь минеральный утеплитель базальтовый, фольгированный, или какой-то там... А картон! ...который впитывает влагу, а когда он впитывает влагу, он не работает. Сам знаешь. Все. Вопрос на вопрос, ответ понятен, аргумент на аргумент. Мне нечего больше добавить. Спасибо, что посмотрели. Лайса стоит поставить. За такое видео-то? Конечно. Так. А кнопка подписаться? Обязательно. А какие бани-бочки надо покупать? В компании Кедрова Рай. Йоу. Ролик-то и не кончился. Короче, вчера я записал ролик, выложил его. И крайне благодарен комментаторам, которые прокомментировали ролик, раскритиковали его. И я его закрыл от просмотра, заново скачал, и сейчас склею со вторым роликом, который вы смотрите. Этот ролик второй день. Так как очень много комментариев получил, буквально за 5 часов порядка 50, комментарии были такие, ну, все сгнило, там все может быть в бане проплавилось, вредный материал. Ну, я считаю то, что если производитель указывает 150 градусов держит, значит все. Но люди разные бывают, производители разные бывают, поэтому я сейчас вместо того, чтобы сеть, лететь в Москву, вот сдал билеты и обратно в той же самой бане-бочке кедрового рая нахожусь, где верховный демонтажник демонтирует специально для вас, дорогие зрители, баню, облицовку, для того, чтобы мы могли с вами посмотреть, что же случилось с утеплителем. Сейчас, когда, ну, прямо нон-стопом я не буду снимать, когда вот мы начнем планки снимать, тогда я продолжу. Ну, еще раз я хотел бы сказать большое спасибо комментаторам, вы очень полезное дело делаете, если бы не вы, я бы не остался в чудесном городе Челябинске и уехал бы в Москву. Вот, а так вот сейчас все увидим. И посмотрим, кто прав. Так, кстати, может быть вопрос такой, почему ты вот с этой стороны демонтируешь, а, допустим, не со стороны печи. Дело в том, что здесь находятся так называемые каратыши, их очень удобно демонтировать и обратно смонтировать. А вот с этой стороны надо будет снять вот это вот, все вот это, то есть сложнее и дольше, а мне еще нужно попасть сегодня на чемпионат Уральского федерального округа по парению. Поэтому, что быстрее, там мы посмотрим. Ну, я думаю, это будет очень даже здраво, потому что посмотрим на сырость, будет ли сырость, или не будет ее на утеплителе. Посмотрим, не спекся ли утеплитель. И все сами увидите. Сейчас выбивается рейка. Здесь снят наличник, и оно вытаскивается потихоньку. все по чесноку, как, знаете, в лотереях с полю чудеса. Заходи. Да, говорю, заходи, посмотри, что происходит. Может, даже и снимать не надо, да? Да нет. А, потом, да. Уже снимаем. Опасно, смотри. Как обратно встанем? Надо будет снизу перебирать. Давайте пока не о пазе, а посмотрим, что произошло с материалом, если что-то произошло. Давайте несколько штук отогринем. Влаги нету вообще здесь. А как проверить, спекся ли материал или не спекся? Так, а здесь... А, вот торца вы можете посмотреть. Вот, Толя, смотри, торца. Так, а мы с тобой погонку... Ну, вообще... Ну, в нормальном состоянии, абсолютно. А ты с поместкой убрал это, да? Вот, все норм. Можно, знаешь как? Можно вагонку убрать, она как домиком сложится, потом обратно домиком сложить и штифты потом прибить. Давай уберем. Или хвата хватит тогда? Нет, надо посмотреть, что с обратной стороны случилось. Конечно, мне-то этого хватит, но зрителям не хватит. Они скажут, вот вы показали блестящее, красивое, а что внутри? Давай подождем, показывай. Нет, давайте вторую. О, пошла по кубу, пошла по кубу. Во! Так, оп. Варвары, варвары. Вот вы варвары. Все для зрителей. Ну, достаточно, наверное. Все, давайте этот... Вот здесь можно фольгу убрать, кусочек отогнуть, и все увидите. Этот, ну, потом сфольгировать, вы мне скотч принесете. Вот, смотри, зритель. Держи-то, а то я что-нибудь... Ничего, никаких спеканий нету. Вот так вот выглядит материал. Скажи, пожалуйста, это теплоизол. Мы... У нас остался тут обрезок от того теплоизола, который мы снимали в прошлый раз? Нет, мы его куда-то выкинули. А просто можно принести теплоизолу, да, кусочек, да. Просто сравнить. Давай сейчас принесем, потом дальше начнем. Естественно, что, вот мы не будем выдирать, заново сюда подкладывать. Сейчас просмотрим все. Изменилась ли структура, фактура, сейчас все увидим. Пришел Николай, который принес наш вчерашний кусок теплоизола. Давай сравнивать, смотреть. Так вот, на толщину приложи. Толя, давай предыстория тебе. Давай. Это 4 года назад собрано. Вот можешь сюда посмотреть. Мы здесь использовали вот такой вот материал. Он называется пенолен. Если ты видишь, он тоже вспененный, но фракция пузырька тут больше и текстура. Он жестче, чем теплоизол. Вот если вот тут показать, тут пузырек намного меньше. Здесь подкладочка гладкая и очень мягкий. Минусы вот этого материала. Он на морозе ломается, в углы плохо кладется. А вот этот намного лучше. По техническим характеристикам, в принципе, ну, я думаю, все-таки теплоизол покруче будет, чем пенолен. Вот. В принципе, все, ты видел, конденсирования нету, спекания нету, все мягенькое. Здесь шов, ты видел, при демонтаже вагонки мы все это проклеивали фольгированным скотчем. Да, вы сами все видите. Материал мягкий, где не вверх. Вот. Смотрите. Нажимаю, форму принимает. Не экономьте, а берите именно фольгированный скотч. То есть, вот эта фольга, которая, она попробует, это металл. Да. А бывает просто такой блестящий скотч, это просто пленка. Он у вас, во-первых, при температуре отпадет сразу же и при замыкании сразу же отпадет. У этого вот 4 года чувствуешь, адгезия какая. Да. Вот так вот. Так-то вот. Да. Сейчас, ну, изменили мы конструкцию, у нас сейчас, вот, контрабрешетка всегда идет, сделали такой, так сказать, инструкцию для вагонщиков. То есть, мы через каждые 40 сантиметров делаем вот эту бабушку. Во-первых, это крепление вагонки лучше, во-вторых, проминания вагонки нету, ну, и в-третьих, сам утеплитель держится покруче каркаса. Короче, насколько я понял, бывают вот материалы разные, которые выглядят в принципе одинаково. Здесь блестит, а здесь полиэтилен какой-то, да, на взгляд. Может быть белый, может быть вот коричневый, может быть серый, с какими-то там белесыми вставочками, да, что-то может быть. Но все эти материалы обладают совершенно разными свойствами. Какие-то материалы, как комментаторы упомянули, при 85 градусах начинают плавиться. Какие-то материалы, вот видите, не плавятся даже в бане. Какие-то материалы более хрупкие на морозе, какие-то более стойкие на морозе. И я бы не стал огульно говорить, то, что вот это вот не пойдет, это будет источать, это будет плавиться, а вот это вот тоже пойдет, к примеру. Ребят, все разное. Выглядит одинаково, но на самом деле разное. Я прав? Отчасти да. А от какой части я не прав? Ну что разное, то есть, ну вот в бане видишь, пенолен, можно использовать? Можно. По виду одинаковый? Одинаковый. Ну, используйте и то, и другое, просто что-то чуть покруче, что-то чуть похуже. А белую лучше вот с подложкой, как она называлась-то, белая? Фольпированные там, вовса. Ну, опять же, там производителей очень много. То есть, на цвет не ориентируйтесь, ориентируйтесь. На цвет не ориентируйтесь, ориентируйтесь на то, что на упаковке написано. Да. То есть, температурные режимы и условия эксплуатации. Мы на складе, где, собственно говоря, хранятся материалы. Верховный кладовщик нам дал материал, чтобы мы вам показали, что используется и где. Вот сейчас, в 2019 году, в Кедровом районе. 2019 год. Шел 2019 год. Восстание машин. Да. Теплоизол. Так, вот теплоизол. Специально для бань и саун. Настоящая алюминиевая фольга выдерживает температуру 150 градусов. Сдает эффект термоса. Бла-бла-бла. Ширина, высота. Теплоизол.ру. Вот можно тут. Опять же, как мы делаем. Да. Все так и делают. Экологически безопасен. При нагревании не выделяет вредных веществ. Слушай, Николай, нам теперь производитель денег должен выходит. Я уже позвонил. А уже позвонил, везут в тележку. Да. Тебе и мне. Не зря в Челябинске ездил. Так, а то написали, Толян, собака, ты же сам снимал клип, в котором показывал материал, который слипся весь, вот фольга, и к ней прилип пенолитилен какой-то, да? Пенолитилен. Названий очень много, производителей очень много, материал похожий, технические характеристики похожи, немножко только чем-то они отличаются. То есть, это вот белый, а, кстати, не показали, что тот черный, а этот белый. Вот это используется, вот такая пенка, фольгированная. Это утеплитель для комнаты отдыха и помощных помещений, да, а вот этот темного цвета, который показывали, да, это у нас 150, это где у нас температурные режимы парилки. Так, здесь температурные режимы вот указаны, от минус 50 до плюс 75 и кратковременно 95. Ну, тут как бы... Но, этот материал кедровый рай используют там, где предбанник, там, где температура выше 40. 40. Вот. Что это у нас? Изолар с пененой полиэтилен, дублированный металлизированной пленкой. Что такое теплоизол? Где тут они написали, что это такое? Теплоизол. Настоящая алюминиевая фольга. Вот, отражающая теплоизоляция. Теплоизоляция. Но, химический состав, они не написали, что это такое. Давайте, комментатор, напишите, что такое теплоизол. Это, нормальная такая вещь, которая в баню нельзя, внутри парилки, а даже вот батареи можно ими укутывать. У вас, я знаю, есть баня-бочки с батареями внутри? С конвекторами. С конвекторами укутываете? укутываем обязательно. Ну вот. Ступа гоночка от конвектора, там, ну, просто пожаробезопасность. Ну, я не знаю, что еще вам нужно, что доказать, как доказать. Может, на завод позвонить на этот, чтобы там серьезный человек, там, сказал, ну, гарантирую, меня зовут так-то и так-то, я гарантирую вам, что вы используете наш материал. Но это ему обойдется очень дорого. Чрезвычайно. Это уже прямая реклама. Но если мы до этого человека не дозвонимся, мы продолжим. То есть, окончим ролик, а если дозвонимся, мы еще до него дозвонимся, да? Мы вернулись в баню, которую потрошить начали вместе со скальпелем. Скальпелем есть. Режем. Режем. Режем для того, чтобы посмотреть, а не гниет ли баня-бочка. Может быть, все-таки влага попадает и корпус ее гниет. Нет, не фиксируется. Мне еще на какой надрезке. Режем так? Ну, карманчик вырежем и посмотрим. Нет, мы такой вот крестик сделаем, где можно... Та-дам! Это просто нахлёст. Оба, блин, тут тоже. Ну ладно, надрежем. Давай. Еще нету гниения. Где что сгнило? Нету ничего. Кстати, вот по скобам можно посмотреть, что вода здесь присутствует. Они проживели, поэтому сейчас из нержавеющих. Это не вода, это пар. Ну, пар. И тоже, что здесь материал абсолютно мягкий, принимающий обратную форму, что здесь нигде никаких спеканий нету, все охренительно. Короче, ролик заканчиваем. Вы все видели сами. Я считаю, что вот все. Давайте. Еще раз для людей, которым надо еще раз сказать. Значит так, утеплитель в виде фольги и там какая-то пена бывает разный. Бывает, который держит маленькую температуру, бывает, который держит большую температуру. В кедровом рае все используют с умом. Там, где нужна большая температура, используют определенный вид утеплителя. Там, где нужна маленькая температура, используют утеплитель, естественно, подешевле. Вот этот вот, который там находится в полах с белым цветом. Никогда не ориентируйтесь на цвет. Мы вам показали вот какую-то коричневую подложку, показали какую-то белесо-коричневую подложку, показали белую. На цвет не ориентируйтесь. Ориентируйтесь на этикетку, где указаны температурные режимы. Я прав? Абсолютно, Толя. Чем будем заканчивать? Всем привет, всем пока. Да? Нет! Лайса! Лайса требую подписаться и требую дичайший срач в комментах. Давайте напишите, где мы не правы. Давайте пишите, как Толян. Толян пошел по кругу с шапкой. Тедровый рай. Дай сюда ссоты бы денег. Продался! Продался, продался, Толян. Первый лайк, который я ставлю в жизни ему, это за этот ролик. Я читаю все комментарии. И крайне благодарен комментатору, забыл в имя и фамилии, который прямо вот вчера расписал, какой материал, куда идет, с какими температурными режимами. Спасибо тебе огромное, мил человек добрый. Первый ролик, который был выпущен, он прям без купюр идет. И к нему я сейчас буду представлять все нарезки, которые мы сделали. И вы увидели этот ролик. Короче, лайзь, подписаться и в кедровый рай все бегу. Ил. Всем пока.